всем привет дорогие друзья эта история началась два года назад помните деревню стризнево что в 500 километрах от москвы и валентину александровну да это видео продолжение той истории про бабушку которая жила в аварийном доме о том что пенсионерке нужна помощь я узнал из сюжета одного из центральных каналов в нем рассказывали что бабушка замерзает и для обогрева своего жилища ей пришлось взять кредит на дрова в размере 80 тысяч рублей 80 тысяч ведь это больше чем ее пенсия за полгода и как вы думаете отреагировала ли на эту проблему местная администрация они пообещали помочь ей и даже предложили муниципальную комнату чтобы перезимовать но дальше слов дело не пошло на холода наступали обещания были не сдержаны и действовать нужно было незамедлительно мы отправились в тризнево и заказали бабушки две машины колотых дров напомню что дом находился в аварийном состоянии жить там было просто небезопасно позже когда эта история появилась на канале благодаря именно вам и неравнодушные зрители мы собирали деньги для валентина александровна в итоге пенсионерки удалось купить квартиру и сделать ремонт и все вы в этой жизненной ситуации хорошо но недавно на мой телефон поступил неожиданный звонок от валентина александровна что же произошло смотрите в этом выпуске здрасте валентина александровна узнали мы так без звонка ну бывает да хорошо хорошо слышал проблемы у вас какие-то давайте присядем тогда да не важно в принципе давайте сюда валентин александр накажите как вообще живете как здоровье здоровье так уж теперь еще месяц четыре года мне будет ноября так всякое бывает это все больше голова меня мучает давление до давление как у моей сестры у нее тоже ну на меня на 10 годов старше а вы мне что-то звонили там со мной прощаться вообще хотели я думаю нифига себе я уже совсем не хотела прощать а что так себя плохо чувствуете было так тяжело теперь а я слышал вас проблемы какие-то да это проблемы не могут оплатить квартиру и как у нас это пошло куда людмила три месяца сидела дома из-за коронавируса коронавирус пандемии на округе не никого нам не помогала а потом надо же было как-то жить получается нигде не работал и да и никуда так у нас тут есть и вы уже закрыли этот и вы их санаторий то тут и везде так как выживали вообще на мою пенсию да она немного получала ваша пенсия вообще насколько помню 10 700 10 700 она же маленькая вообще и вы втроем получается выживали на эти да ну и печеном фонде сказали и и такая хороша а то если выйдет что-то будет так вообще берем а вот так вот даже если вам не нравится мы можем отобрать они мне это сказали сами я была одна подумаешь уже недолго осталось может так и вы получается во время пандемии набрали долгов до копил накопилось я уже людмиле гури саша наверное не приедет так я я был вообще максимально удивлен когда вы говорили чтобы я приехал и вы попрощаться со мной хотите я думаю ничего себе беда какая настолько все думаю плохо но сейчас получится чувствуете да и тут тут хорошо в квартире тепло я в таком деревянном доме до холоду чем вообще целыми меня занимаетесь я только хуже туда обратно туда обратно кошкам не танцевала людмила грибов наношила за грибами ходить да и получается вот у вас сколько долгов сейчас накопилось было шесть опять снова я и говорю ну я потихоньку буду платить все дела версии потихоньку за свет и засвет да вот капремонт это я все уплачу а они мне не дают и это как и еды к потому что еще не могу плачут льгот у вас никаких нету это льгота и есть мне сказали это большая льгота еды к скидку да какую-то делают получать а так они мне пока часто это как его субсидию начали выдавать как бы а то у него вообще не выдавали никакой субсидии ну а в целом валентина александрова вам как-то комфортней но стало жить ну когда квартира появилась тут-то хорошая игру и тут хороша как-то чуть жизнь изменилась или нет сменилась теперь под старость я пожила хоть в квартире я вообще не думала что когда-нибудь вот такой квартире буду жить или как как-то думаешь где лучше жить тут и или в доме я думаю почему тут теплее хорошо там чемер как и хорошая саша вообще через что зрители еще просили то чтобы я приехал проведывал вас спросил может какие-то они что же беспокоятся за вас интересовались за ваше здоровье я помню последний раз с вами вот так вот сидел в доме но и тогда чай-то мы пили и вокруг меня было много кошек ну кошка там одна умерла не одна сколько у вас 4 я вот сижу мне жарко здесь хорошо топлива лежа отдельная котельна получается да она недалеко от нас станут а сколько получается за квартиру платить за утопление больше трех а потом шел за этом за счет около семи 7000 за все туда каждый месяц это очень много жилой ну и очень так как вот утопительные силы начинка холода начинается начинает топить летом летом там тысяча с чем-то а как ну и свет плюс вода до вас тут не никто не беспокоит вообще здесь да не здесь не никто вы просто говорили то что завистников много появилась тогда они так это поговорят только еще а так никто не приходит ничего но это главное чтобы не никто до вас не докапывался не никто не приходит такие вот сосед так он бывает а вот этот сосед который так он я помню он вам помогал да он нам еще помогает когда трезвий ну его город брали вот тут все садили картошку дальше а вы на дом до по-прежнему ходить получать я все время хожу туда у вас там кошки кошки дома как их останешь покажу я бы пока я жива я буду ходить к вам ну получается туда летом доходить когда тепло это как как дача сейчас а так я проезжал видел то что но дома сел там же еще по 2 под домом вода погнило так он гниет и садится насколько я помню там это голова хотел помочь и как бы все-все на этом до его помощь на его слова просто закончил одни слова ничего никому не помогает никому лучше это столько же тоже тут получается он-то работает у него второй срок догнать четыре года его выбирали потом еще пять на четыре вроде так а может с какими-то трудностями сталкивались а какие трудности только вот из-за этого что платить не могу за квартиру еще а так все нормально но пенсии вам не хватает не хватает вот если вы 20 платили был бы нормально да тогда бы я жила все оплатила и так жила и дальше а 20 это кто его знает когда будет этого не будет я саша думаю может когда я умру так будет тогда я знаю то что у вас финансовые проблемы сейчас то что вас долги возьмите не уж как-то не возьмите возьмите нормально пусть по пусть она будет там как раз примерно то что о чем вы сейчас говорили я думаю ну как вам должны помочь эти деньги почему вы хороните себя раньше времени мне вот это интересно так чего мы никому не нужны саша почему правительство этому не надо на кой мы так вот живем вот такие на койме а что вы хотели от правительства получить я бы хотела чтобы все люди хорошо жили большие пенсии получали коммунизм да вы хотели бы мы хотели в коммунизме одной ногой уже стояли коммунизме а как получилось а когда вот было вам комфортнее жить в то время или в настоящее а мне кажется в то время тогда было проще да вообще вспоминаю про это что за квартиры копейки платили да и лучше столовую пойдешь там тоже и лучше все было дешевое и хлеб и все теперь на хлеб уже прибавили тогда было лучше мне кажется кто знаткому как может а мне так лучше хотели бы в те времена сейчас жить все времена хотела бы но вам кажется лучше из-за того что все было дешевле да так в магазинах люди тогда другие просто были другими другими избалованы не завидовали такие еще в общем то знаете тогда все одинаково жили как я и уши говорю как мы же у всех все одинаково в школу ходили в чем попала вы дитя войны получается же до до 46 родилась она вы сорок шестом вы дитя войны на учились дом там в катастрофическом состоянии уже получается там дровяная печь его надо было дровами дактан 3 печи там надо было дровами топить и 3 печи получается сколько дров вы сколько тогда кредита набрали на дрова около 25-30 тысяч да 80 я брала 80 тысяч да чтобы машины дров тогда еще дешевле были по 70 с чем-то колотые дрова и вам еще приходилось в лес ходить валежник да потом уже все но это жесть вообще когда квартира появилась на вас как-то может соседи начали косо смотреть нет не было такого они завидуют уже давно это и дом какой-никакой и квартира они считают то что вы богатые да они они знают да при каких обстоятельствах у вас все это появилось но в целом вы рады да в целом нормально все но я рад это слышать и думаю зрители тоже рада то что вот поедала вас так хорошо тебе тогда перед новым годом как раз спустя практически три года я приехал все никак не мог я думаю зрителям на вас будет сейчас интересно посмотреть вас послушать что и как вас дела то жизненные обстоят так все хорошо ну и отлично мне тут хороша тепло главное тепло а мне больше ничего и не надо а у дочери у вашей но все в порядке вообще с работы у ес работа еще нормально все хорошо пока сказали до декабря так не закроют а потом а потом она не значит потом не знаете да что вот тоже да вот этот болячка привязалась много проблем людям создала она тут и кашляла неделю ходила так и так и на работу ходит хорошо мы ее наверное не застанем сейчас потому что а сейчас сколько пол четвертого ну она пока едет еще да мы уже наверное уедем просто меня ваш звонок тогда очень испугал то что вы уже прощались со мной спасибо больше со мной еще сестра прощается да что же вы все прощаетесь ну как говорит старость не радость да уже все вот если бы время двигалось вперед а не назад вы уже для нас как родные человек стали да уж ладно родной все мы люди родные всем надо помогать и делать этот мир добрее и тогда все у всех будет хорошо только что так не получается теперь хорошо ладно валентина александровна тогда дако уже еще поеду да конечно ну повидались мы с вами мы поедем в путь но я желаю вам чтобы вы прожили больше ста лет или это плохое желание вы до скольки хотите прожить нет так то чего только что 100 голодок уже совсем голова не будет работать вот вам сейчас 74 а так представляете еще 26 лет валентина александровна может может какое-то пожелание нашим зрителям желаю чтобы все было хорошо у нас еще власть посмотрела в нашу сторону этого молодежи даже да хорошо пусть будет так пусть приглядывать даже не хорошо спасибо вы тоже если что звонить какие проблемы будут до свидания у динтона александрова да вы не плачете нормально все и не плачет еще встретимся сегодня мы снова дополнили историю жизни валентина александровна несмотря на все сложности этот человек продолжает улыбаться и позитивно мыслить правду говорят сложности закаляют она ходит свой старый дом и присматривает за кошками на сегодняшний день в нашей стране очень много пенсионеров и они часто нуждаются в помощи дорогие зрители благодаря вашей помощи мы смогли помочь валентине александровне спасибо вам за это если этот рассказ не оставил вас равнодушным подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите комментарий помогите продвинуться этому ролику чтобы больше людей задумалось что даже их небольшая помощь способна изменить жизнь нуждающегося человека александровне